Боже, как же я люблю ветер! Я как будто флиппе Выбери, вот она меряет очки Я думала, она сейчас возьмёт какие-нибудь такие не очень, а она сразу берёт моднявые Да? Спасибо! Смотри на неё и говорю, раздевайся! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и... И я Дэнни, скажи! Всем привет! Ура! Настроение огонь И мы сегодня едем в бассейн Для нас это открытие Открытие бассейнов у нас уже было Но мы впервые в Ростове вообще как бы летом идём в бассейн Идёт мама, идёт Кристина Есть у нас такой бассейн солнечный Мы решили поехать сегодня туда Вот, потому что мне ещё надо пофоткаться, отфоткать купальник один один красивый, два даже Один купальник, кстати взяла, думала его продать на Гипюре, потому что у меня уже много было купальников и он мне показался немножко маловатый Но потом, когда я посмотрела на видео когда показывала вам обзоры я увидела, что он очень-очень кайфовый и решила его не продавать Вот, сегодня увидите его на мне, голубенький с рюшечками Вот, а второй класса люкс такой, купальник стоит дорого У меня знакомые занимаются в Белоруссии производством Вот, прислали мне один купальничку в подарок Вот, я хочу в нём красиво пофотографироваться взяла босоножки свои, которые в мармелад убрала с жемчужинами и купальник тоже там с жемчужинками Короче, мне кажется, будет очень красиво Всё, сейчас мы едем за бабушкой потом нам надо круг взять где-нибудь не круг, но ножки куда вставлять чтобы дынечка плавал Вот Я взяла с собой кофе вторую чашку пью Простуда моя, видите, она всё медленно заживает Точнее, она уже зажила в принципе но вот корочка остаётся и долго как бы вот это всё происходит Но, когда надо, я маскирую и не видно на видосах я надеюсь Кстати, я вчера почистила камеру ещё и я надеюсь, что не видно теперь пятен а то у меня прям пятна были я смотрю видео а там пятна вообще меня аж бесит я уже их там замаскировала как могла думаю, надо почистить я её до этого чистила у меня просто не получалось ну вот короче я чищу, 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 чищу и в один прекрасный миг я смотрю и нет пятен думаю, ура ладно, всё побежала крошки мои пришла очередная коробочка бьюти бокс давайте скорее её раскроем посмотрим, что в ней вот она наша супер коробочка так интересно, что же там внутри ой ой как я люблю распечатать всё это розовое всё моя любимая сейчас всё разложу и вам покажу масочки пришли нам уже такие приходили акули ретинол я ещё не пробовала кстати она здесь по-моему просто наносится мягенькая такая фитосалон чистая линия вот такая масочка какие-то новинки интересные цвета такие летние лаков потом фаберлик ну такой я брала уже у меня есть похожий блеск неплохие классно так переливаются деваж тени у меня тоже такие тени есть только светлые это более тёмные батончик вот такой протеиновый шоколадный и вот интересный корректор я вообще люблю корректоры тем более его мозаик я люблю кстати вот эту вот сейчас я хочу достать его и протестировать вот здесь написано что с витамином е со светоотражающими частицами вот это мне понравилось без парабина сейчас открою посмотрю выглядит он вот так вот цвет мой я уже его затестила наверное оставлю его себе потому что мне нравится но посмотрим потом уже как он будет вести себя под глазами как всегда в коробочке есть такая книжечка где указаны цены на всё вот такой его мозаик кстати стоит всего лишь 300 рублей в карандашике 220 стоят лаки помады стоит 220 фаберлик тени 369 такая маленькая бюджетная коробочка мне кажется что для заказа она стоит кстати недорого ссылочку на нью бьюти бокс я оставлю под видео заходите смотрите я люблю бьюти бокс вот и наша бабушка пришла дыньки радуется бабушка скажи бабушка 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 впереди будет сидеть мама вместе впереди освободила впереди будет поэтому ты будешь ждать пока мы до басика не доедем в доме готова нет мам вот мама добрая душа дает соски только на ночь и только если капризничает вам 見 а вдруг захочет дверь захочет мало ли чё захочешь в паре отвыкать от соски а кстати когда очень сильно устает doet этот без сосков засыпает ну если он вот мheld отвыкнет никуда не денется всё ну чё ty готова я готова купальному сезону купальник приготовила всё приготовила ну всё мчи сейчас говорю мам давай пока моловы накормим давай примере очки какие нибудь модные я говорю себе выбери вот она меряет короче очки и я думала она сейчас возьмет какие нибудь такие не уочи Она сразу берет моднявые, да? Да, они покоцанные такие уже. Ну, что, прикутать и прикольные. Ты хочешь в них потусить? По баске потусить? Ну. Это ты как-то кольт-леополька. Прикольные, но они ленинные. Ну, давай еще. Это не что-то чудесного, да? Тебе, кстати, такая форма не очень идет. Они не очень удобные. Давай еще. Я Кристинке задарила 4 пара очков. Она счастлива. Да, ты все необычное берешь прям. Да я люблю. Ой, какое все красное. Да, да. Слишком много света. Не, надо просто, чтобы ты была немного модненькая, но не так, чтобы вычурная. Вот круглые те тоже, походу, не идут. Такая свеждая. Да? Да. Давай еще. Ну, похоже на... Там, кстати, есть классические мои любимые. Я в Кристинке так не отдала. Вот они, да. Так я их люблю. Да. Они, мне кажется, очень хорошо. Вот сидят. Они классические и такие прям вообще классные. Ну, вот если что, в них потусишь, а еще что там есть? Вот розовые, которые я брала на Мальте. У меня такие синие есть. Я такая, я их не могу чуть найти. И розовые. Тоже, кстати, тебе хорошо. Вот выбирай либо коричневенькие, либо розовенькие. Вот эти прикольненькие. Вот эти прикольненькие, да? Да. Ну, все. Короче, что-то у меня на камере непонятно почему появилась надпись, как только я включаю. Что типа, держите камеру, не дергайте ее. Не было такой. Мы, короче, приехали. Пацанчик поспал вообще. Ну, считай, часик где-то он поспал, да? И что-то разревелся, мы пришли. Прям разревелся, я его подняла. Вот, и он успокоился. Короче, набрала жилеты какие-то там в ближайший магазин, который был. Может быть, в жилете он будет плавать сам. Маленький жилетик какой-то. Потому что каждый раз, честно говоря, держать его и в воде быть, а он любит в воде быть долго, это, конечно, затратно, энергозатратно и устаешь. Все, мы сейчас сделаем заказик, и мамунка пойдет переодеваться. А потом я. Давай скорее. Сложно вата немного снимать, когда я буду в воде, поэтому покажу вам маму с Денькой. Короче, жилет на него как раз вроде бы, но он пока что не хочет отпускать бабулю. Помахай. Привет, скажи привет. Короче, они пока так плескаются. Но сейчас потихонечку мы будем Денечку отпускать. Он носочками вроде стоит там, не очень глубоко. Вот. Потом, если что, вернемся. Мы уже заказали пиццу, нас ждет он. Попробуем, скажу, вкусно, нет? Смотрите, такая я в своих заботах, делах, дую эти круги, уже башка болит, все. И тут передо мной является краса какая-то. Рейкси, глядывай, в шоке. Давай, я сама в шоке. Очки вообще сюда идеально подходят. Ты такая красивая. И, короче, я подумала, что какая-то богиня спустилась с ней здесь. Смотри на нее и говорю, раздевайся. Раздевайся. Что это так застраивает? Ля, у тебя сумка подойдет. Ой, я помню сумку. Это ты мне дарила. Это ты мне дарила. Подожди, ты знаешь, откуда она? Да, знаю. С острова. С острова Мальчика. Там я покупала? Не знаю. Ты мне подарила желтую и Испания. Нет, из Испании. Нет, я помню, что одну мне привозили с Канады, а что-то я брала на Мальте. Давай, одевай свой модный купальник, ты не роняй. Пацан, у меня еще, короче, я ему машинку сделала в жилете и вот еще я ему сейчас сделаю. Ну, точнее, это мне, но, по-моему, это тоже ему. Ну, это я надую, пусть будет. Ну, что вы как? Вылез с ней из машинки. Вылез из машинки? Хочет сам. Ну, вот это, короче, нет, это жилет не подходит нам, да? Он переворачивается вперед и глотает воду. Что там бабуля Дэнни чистит? Картошечку. А Дэнни, скажи, я успешно и пиццу бы поел. Не, ну я чуть-чуть его угостила, а так вот твоя еда, Дэнни. Будешь? Будешь? Дэнни, мы тебе картошку специально взяли. На. Ты не хочешь? Жопа. Ну, это тебе нельзя совсем уж. Ля, пиццу слопал уже. Смотрите, Дэнни ест трех круг. Две свои и одна мамина. Вкусно тебе, мальчик? Да. Сыр. Что он ест? Он любит сыр. В другой руке у него любимый хлеб. В другой руке у него помидорчик. Помидор он обычно не ел и любимый хлеб, конечно. А что же делает наша краса Кристина? Не, а там что, не видно жирки? Нет. У тебя ноль жирков. Вообще нигде жирков? Вообще нигде жирков. А вот так? Сейчас я сделаю. Ну что я хочу сказать? Да, как вообще житуха? Фоткаться пойдем? Плавать пойдем. Да, плавать и фоткаться. Так ты иди плавай. Я хочу посидеть чуть-чуть. Ну ладно. Кушай давай пиццу. Надо съесть. Тут еще вот я тоже пробую котлеточки. Черт, жарко. Вот так пьют русские ростовские дырчок. Мы все замерли. Девочки, вы себе не представляете, какая сейчас здесь вообще просто как смола. Я кажется, сейчас тая, оно солнце. Короче, был не отдых, на самом деле, а какая-то нервотрепка. Я вообще не отдохнула, я вообще не позагорала, и я вообще не поплавала. И не пофоткалась. Потому что мы приехали днем, свет жесткий. Как мы не фоткались, короче, все не получается. Не знаю, выберу я хоть одну-две фотографии. Малой в воду залазит, из воды его вообще не вытащишь просто. С соской, потому что он нервничает безумно. В общем, мы уже решили дать ему соску, просто чтобы он успокоился. Прям вот в воду залазит. И самое интересное, он сначала, значит, боялся отпускать, потом начал отпускать, потом начал вообще отталкивать руки. А потом еще и начал нырять. То есть ему даже просто вот так вот там что-то делать не нравится. Ему надо хочется нырять с головой туда. Короче, надо его в бассейн отдавать. У нас рядом с домом есть как раз бассейн. Надо собрать тысячу... Закрой, как следует. По-моему, не закрыл. Тысячу справок, чтобы туда с малышом они учат плавать, короче, вместе. Вот. В итоге я не отдохнула. Ма, ты отдохнула? Нет, конечно. Чего вы ходили, спрашивается? Не знаю. Чтоб Денька поплавал по 10 минут три раза ради этого. Короче, вообще трэш. И что-то перенервничали, и жара. Рядом с нами еще были люди, которые, представляете, уронили под пол телефон. Мы сейчас такие вообще так разделили горе. Им сказали, что вытащат через 3-4 часа. Но хоть через 3-4 часа, а все равно, а вдруг люди спешат навстречу куда-то, еще что-то. Там, короче, пол какой-то, который нельзя просто так вот там сломать. Нужны специальные люди. Вообще, представляете, вот так вот. Я не знаю даже, что в таких случаях делать. Вообще, по-правильному было бы. Что, ждать 3-4 часа, если у меня важная встреча? А если мне должны звонить на этот телефон? И у меня сделка сейчас какая-то на 150-200 тысяч сорвется. Это вообще вполне вот так вот у людей нормальных есть. А солнечный недешевый какой-то, знаешь, недешевое место, где люди такие прям ходят, никакие. Там люди ходят, которые умеют зарабатывать, и наверняка может такого. Там пол не может, кроме мастера, никто поднять. Он специально там закреплен как-то. Ну да, ну вот видишь, это может быть же их какая-то проблема оказаться вообще-то. Ну и должны не только продумать. Если человек потеряет деньги из-за этого. Ну значит так. Это кто виноват, вот интересно. Просто любопытно. Вот, просто любопытно. Потому что у меня могла бы случиться такая ситуация. Для меня телефон это вообще, если вдруг он у меня где-то исчезает, у меня все на телефоне завязано. Деньги, все, короче. И вот если его нету, все, это трындец. Я бы можешь включить там воздух. Это прям горячо. На ногах? Да. Сейчас я включу, вот, чуть-чуть туда. Ну все, короче, мы едем домой, мы устали, время 18.00. А, не, мы сейчас пойдем квартиру показывать. Да, какая-то девочка хочет посмотреть квартирку мою. Короче, мы уедем туда, да? Угу. Ну все, поехали. Ну кро, ну кро, ну кро, ну кро, что же мои? Вообще нормально вот я разговариваю? Я хотела сказать, ну что, крошки мои, а получилось поменять. Вот стригла пацана сегодня, но вот пока что он не достриженный еще, он такой обчекрыженный. Сейчас покажу. Он кушает? Чуть обчекрыжила мамка, да? Покажи, как ты кушаешь, Деньги. Как ты ложечку давай. Мамбушка не помогает. Он ложку все время не так берет в руки. А не важно. Давай. Так он тогда в рот, ничего не это. Бери в рот и ложку. Молодец какой! Ты сам, мой обезьянка, грязная улика. Глазки строят, Деньги. Глазки строят? Глазкострой я его называю. Глазкострой, слушай, как будто это, какая-то строительная компания, да? Глазкострой я его называю. И еще что хотела сказать. Ну я подровняю ему там и челочку, и все сделаю. Ну конечно, просто это был трэш вообще. У ребенка был стресс. Он плакал, орал, он такой врач, и не плачет. Я решила все-таки пойти на тренировку, наконец-таки. Вообще у меня здесь на районе есть зал. Он такой маленький, небольшой. Я не знаю, показывала, говорила вам о нем. Там стоят две дорожки, эллипс и два таких небольших зала с тренажерами. Ну с тренажерами я особо там, ну как бы не умею обращаться, да? Я сейчас пойду схожу на дорожку, схожу на эллипс или на что-то на одно, например, на эллипсе, да, побуду. А потом посмотрим. Я думаю, может быть взять тренера на денек, чтобы просто сказать ему, что я хочу. Он мне показал, где и какие упражнения мне там надо делать. И все. В принципе, мне все время с тренером не надо заниматься. И решила начать ходить. Что меня мотивировало? Мотивировала меня соседка, которая здесь живет, в соседнем доме. Причем она ничего никогда не говорит. Просто она занимается и выкладывает свои видюшки в сторис и фотки. И я ее вижу, как бы ноги такие красивые, накачанные, попа. Ну короче, все супер, я так хочу. Тем более, мой мужчина еще меня мотивирует, когда мы с ним встречаемся. Он все время что-нибудь там находит. И такой, ой, что такое? Ой, что такое? И вот я хочу, чтобы подзаниматься. И при следующей нашей встрече он сказал, ух, ничего себе. Я буду стараться. Все, сейчас я одела шортики, кроссовочки, кофточку. Пошла заниматься. Не знаю, кстати, можно ли заниматься с кофе, но я беру кофе с собой. Там заодно спрошу. Еще делается для вас видео здесь. Короче, все, работа кипит, кофе взяла, я побежала. Ну что, крошки мои, я пришла. Буду заниматься. Первое я выбрала вот такой вот тренажерчик. Эллипс. Ну, что-то мне поднастроили. Тут шаг, то все. Мне кажется, что вот этот, кстати, эллипс, он хорошо качает. И ноги, и жопу. То, что мне надо. Ну я, короче, молодец, что я пришла. Я знаю, как это тяжело. Даже, когда ты понимаешь, что тебе совсем чуть-чуть надо позаниматься, чтобы быть в суперформе. И тем не менее. Вот. Короче, занимаюсь. Все. Езжу уже. Езжу. Я как будто на велике. 13 минут, короче, кручу педали. На самой минимальной скорости. Но мне все равно не хватает нагрузки. Я чувствую, что хочу больше чувствовать мышцы. И для усиления я делаю все на носочках. Еще мне тренер однажды говорил, что если вы занимаетесь прессом, ну, качаете, да, то хорошо бы на всех вообще тренажерах пресс держать в напряжении, поняли, да? И вот я держу. То есть у меня напряжен пресс. Вообще очень неудобно заниматься и снимать. Ну, что и не сделаешь для любимых девочек. Что-то походила я по этому эллипсу. Все у меня в жар бросило. Все вспотело. Сейчас я чуть-чуть отдохну. Чтобы вы понимали, у меня еще насморк и болит голова. Но просто если я что-то решила, то меня ничего не остановит. Знаете, оно может долго болеть. И я могу долго болеть. И этот насморк может быть долго. И что, теперь не заниматься? Я как бы, знаете, стараюсь не обращать на болезни внимания. Просто идти и делать то, что я хочу. Если уж совсем мне плохо, и я прям плохо себя чувствую, прям что-то из ряда. То есть я не могу контролировать какие-то процессы. Ну, то, конечно, я не буду там. Ну, пока все нормально. Насморк и насморк. Ну, голова чуть-чуть заболела. Сейчас пройдет. Сейчас выберу тренажер себе. На пресс, на попу, на ножки. И хватит. Девочки, выбрала мой любимый тренажер. Вот этот. Я не знаю, как вам меня видно. И я говорю, мне сделайте самый минимум. Вот нету вообще ничего, никаких колец. Тут такой минимум, что, блин, я не знаю. Не, ну я могу сделать нормально раз. Но нужно ли это делать, чтобы потом все у меня болело? Короче, решила сделать по... О, не знаю, сейчас 10 сделала. Но мне кажется, это многовато. Вот на 8 я подумала, что будет нормально. Сейчас, короче, сделаю 3 подходика. Вот сейчас 10 сделала. Потом сделаю 8 и 5. Вот так вот. Но я чувствую, что у меня пипец, как все будет болеть. А я этого не люблю. Я люблю, когда болит все, знаете, на какой. После третьей тренировки. Вот такая боль приятная. А если такая будет боль, что я буду ходить и сгинать коленки, то это вообще не кайф. Присед сделала, короче, 4 подхода. 10, 8, 10, 8. Ну вот как чувствовала, так и делала. Все, короче, наверное, с попой хватит, с ногами болеть будут. Сейчас пресед чуть поделаю, и все. Один из самых любимых тренажеров. Чтобы не всяких никаких тяжестей. Просто садишься и включаешь пресс. Хотя у меня сейчас болит голова из-за насморка. Протру вас опять, ладно? Вспотела камера от тренировок. Я буду опускаться вот так. Не полностью. Сейчас ручки положу еще вот так. А это неудобно с камерой. Что радует в этой жаре, что у меня машина уже через 10-15 секунд фигачит холодным воздухом. Я сейчас просто, она на солнце стоит. Я сейчас просто залезла, у нее здесь сауна. И просто включила сразу минималку 18 на всю. Считаю до 10, и все, уже холодный воздух. Я позанималась, в общем-то, сегодня, я не знаю, у меня вот этот насморк, вот уже был, знаете, до этого у меня тоже насморк. И вы знаете, я дышу, то есть у меня нос не заложен. Ну, где-то вот здесь, внутри, да, то есть, ну, как бывает, знаете, остаточная там вот насморка или еще что-то. И очень сильно дает в голову. То есть я занималась сегодня, я не могу наклонить голову, не то что вверх ногами. Я просто вот так чуть-чуть наклоняю, и все, у меня уже все, что-то такая тяжесть, знаете, как переливается в голову. Вот. Мама сказала, что это надо лечить, как бы, что это. Ну, я себя, кстати, не очень даже чувствую сейчас, хорошо. И прям выпила, сейчас не имесил, и мама говорит, анаферон, пей, прям там, как будто заболела, там, каждые полчаса, нужно, не знаю, два часа первых выпить шесть таблеток. И, видимо, я позанималась сегодня еще, короче, это было вообще хрен его знает. Вот я сейчас хожу, у меня прям, знаете, такое, как будто хуже и хуже становится. Нехорошо. Я помню, что тогда мне тоже было как-то плохо, я прям легла такая, никуда не хотела идти, не было сил. Вот сейчас что-то типа того, но мне надо съездить там в одно место, поэтому, ой, никак. Еще эта жара убийственная просто. Короче, следующую тренировку я хочу взять с девушкой, вот, тренером, чтобы она мне показала прям вот комплексы всякие, чтобы я делала целенаправленно. А то я пришла сегодня, там, что-то сделала, это сделала, что-то по памяти, что-то там не получилось, что-то не работает, короче. Знаешь, бы она прям как следует мне сказала, и сколько я могу для начала делать, а то я же такая жалею где-то себя. Ну, все. Кстати, прошлый влог получился неожиданно. Я такая еще говорю, а, не хочу затягивать, а то все время длинные влоги, все заканчиваем, а потом монтирую. И у меня почти час влога, трындец. Увидели, как мы с Кристинкой отдыхаем. Вот так мы любим выпить, скрепляться. Выпили-то там, господи, полстакана, наверное, мартини выпила от силы, в чистом виде. Так что, больше понтов. Заезжала по делам и увидела вот такую маленькую кисю. Она мне напомнила Дыньку. Вот он тоже так с чем-нибудь играется, веселится. Жучок, червячок такой. Мне кажется, все малыши друг на друга похожи. Да? Мяу. Мяу. Это кола подойденная. Дай подлогать тебя. Дай подлогать. Дай такую лавку. Твой цветочек. Чувствую, через время Данька захочет такого. Сходила в свой любимый солярий. Взяла на минутку больше. Надеюсь, что я сегодня не покраснею сильно, потому что планирую вам снять видос. Один хотя бы. Кстати, смотрите, как я сегодня нарядилась. Кстати, никто не знает, что сейчас пока одевалась, у меня порвалась пуговица. Я ее вот так прикрыла. Очень удобный лайфхак. Сумочка. Что-нибудь расстегнулось, пузо объелись. Свободная маечка, сумочка. Все закрыли. Сейчас еду домой. Пацаны, мы начинаем поиграть чисто в защите. У меня селись поломана, нельзя облить. Надо шины ставить, чтобы селись. Вышли с мальчиком погулять. Парни, дайте зайду, пофиг за кого. Вообще все равно, в защите границы. Они уже... Они сейчас... Они уже... Сейчас они доекрают. Пошли купать. Я не терпеть, что уже узла. Дэн, ну подожди. Стой. Дэн, подожди еще. Давай, мама, заряди телефон поставит, разденет тебя. Доброе утро, мои крошки. Представляете, я вчера так устала, бегала. В итоге такая, одела футболку задом наперед, майку. И думаю, сейчас умоюсь и переодену. В итоге просыпаюсь, а майка наизнанку. Я забыла ее переодеть. Надо кофе выпить. Привет! Мы уже кучу дел попеределали, а вы не знали, что со мной Ленусик. Хэппи. Мы сейчас приехали в магазинчик ко мне. Я собрала посылочки, там две сумочки надо было собрать. Вот. Сейчас мы едем, не знаю, может погуляем где-нибудь, может что. Посмотрим. Вот такая красивая у меня Ленусик. Сразу видно хэппи, да? Ты, кстати, не расстроилась, что вчера девчонки выбрали Кристинку, чтобы я поехала? Не вчера, а тогда, когда снимала подписчиков. Нет, не расстроилась, я же хэппи. Я не расстроилась. Я не расстроилась, я же хэппи. Ну, ничего. Забыли меня, забыли уже. Да забыли, конечно, ты редко появляешься в кадре у меня, поэтому за тебя не проголосовались. Они вообще, наверное, подумали, кто такая Лена? Кто такая хэппи? Зато ты сегодня. И сегодня может еще Кристинка присоединится, и мы будем веселиться. У нас сегодня будет домашняя вечеринка. Кристинка, мы ждем тебя. Да, сейчас мы едем на почту, потом решим, что будем делать. Ну что, мы с Леночек пришли на набережную. Здесь очень много мексиканцев. Сегодня просто игра, ты говоришь, да? Да. Вот. Ну, сейчас заснимем, может, с кем-нибудь запоткаемся. А вообще, мы хотим жрать, мы идем в Макдональдс. Посмотрим, возле чего так много мексиканцев стоит. Сабвей? Они что, предпочитают сабвей? Саша! Саша! Водка, это за землями. Водка, это за землями. Водка, это за землями. Водка, это за землями. Как по-английски? Очень хорошо. Да? Вы любите? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Это? 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 Да. Ты меня потом шляпы тоже сфоткаешь? Да. Мексика. Реально мексиканцы поднимают настроение. Они прям веселые, ходят в эти шляпы, гитарами, поют. Да. Молодцы такие. Прям со всеми фотографируются. Такие очень доброжелательные прям. Прикольно. Мы, короче, голодные. Взяли вот бургеры. И, короче, сейчас покушаем и пойдем дальше фоткать. И, короче, с дредами, смотрите. Привет! В Мехико. Чарита, гол. Чарита, чуки, лозанно. Русская женщина. Очень красивая. Бро, очень красивая. Один любовь, один бро. Один любовь, один бро. Один любовь, один бро. Один любовь, один бро. Сейчас попросим, чтобы нам девочка мексиканская нарисовала флаг мексиканский. Будем болеть за них сегодня. Пожалуйста, сделайте мне свою флаг. О, спасибо. Добро пожаловать. Салют. Чичарита. Чичаритто. 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 Мисс, мисс. Но на Саней с Матхасом. Нет. Только с Мексиканцами. Сегодня поддерживаю Мехико. Вот русские наши. Сразу проявились. Что, у меня классные щеки? Да, прикольно. Сразу Russian проявился. Да он выпивший был, не хочу спить, он не фотографировался. Что я должна с ним фоткаться вообще? Так увидит кто-нибудь. Так вот любимому, скажу, зая, поддерживала Мехико, со всеми фоткалась. А тут с русским парнем каким-то сфоткалась. Нахер. Что это такое, зая? Что это такое? Потом тысячи оправданий. Зачем мне это нужно? Russian Federation ревнует к иностранцам. Знаете, почему-то здесь очень много мексиканцев, но играют они с Кореей. Корейцев чего-то я не вижу. Поэтому мы болеем за Мексику. Потому что их много здесь. И как-то они уже проявились. Здесь, мне кажется, они специальное энергетическое поле создают. Ты только сказала. А, да? Ну, в общем, они создают энергетическое поле, чтобы за них голосовали. И они сегодня победили. Ну, интересно, кто. Ты за кого, кстати, сегодня? За Мехико будем? За Мехико. Они классные. Они классные, да. Ленки нравится. У нас на набережной здесь лифт, который поднимает... Который поднимает наверх людей. И смотрите, какая очередь. Они идут потом по мосту на ту сторону и там уже... Короче, этот лифт поднимает их наверх, они идут по мосту и переходят на другой берег. Там будет игра у них. Смотрите, сколько мексикансов. Молодые! Прекс? Прекс? Они хотят, чтобы я бухнула. Я за руль. Чего ты поют? Может, это их гимн? Может, гимн, правда. Вот он, мост наш, на который построили, кстати. И вот на той стороне, смотрите, песочек, а вон стадион. Вот туда они все в очереди стоят. Наша местная водичка. Наша местная красотка. Хеллоу! Чичаритто! Гуд вай! Сейчас идут нам навстречу мексиканцы в таких шляпах шикарных. Смотрите. Эти спокойные. Эти спокойные, выдержанные взрослые, наверное, мексиканцы с перьями. Чисто улыбнулись только все. Скромные. Чичаритто! И мы вот просто на лавочке отдыхаем. Проходят мексиканцы. Аленка им кричит. Чичаритто! Чичаритто! Они проходят скромные, говорят. И пошли дальше. А она мне припадает. Я говорю, мне кажется... Короче, люди разделяются, знаете. Вот есть, которые веселяются, там тебе гитару дают. Но есть серьезные люди, короче. Мы тоже говорим по-русски. Русские пацаны прошли. Very beautiful, говоришь. Русским акцентом. Хотели закосить под нерусских. Короче, я говорю, мне кажется, что некоторые мексиканцы думают, что ты припадаешь, да? Сидишь на лавке и кричишь тут чичаритто. Вот посмотрите это видео, пожалуйста. Посмотрите на нее. Чичаритто, вообще, это какой-то их футболист. Какой-то. Это не какой-то. Это, блин. Фига себе. Фига себе. И когда ты говоришь мексиканцу Чичаритто, он тебе говорит thank you, либо он тебе наливает уже и хочет с тобой провести оставшуюся жизнь. Да? Ты откуда узнала про Чичаритто? У меня муж футболист. Я смотрю футбол смиренно с ним до того, пока не уснул. Понятно. Ты, короче, про футбик все знаешь. Ты знаешь, что у нас 45 тысяч человек. Стадион вмешает аренду. Стадион вмешает. Hello? Чичарита Gold? Let's go! Едем сейчас. Ой, едем. Едем на лавке. Идем. Я говорю, смотри, это какие-то вот они там таблички носят на груди непонятные. А она говорит, вот как ты сказала, так и говори. Я так не могу ответить. Детка, а ты че? Вот так пафосно. Давай. Не знаешь? Детка, это паспорт болельщика. Е-мое, ты че тупишь? Я теперь знаю, что они ходят с паспортом болельщика. Это че-то им дает интересно? Они проходят на стадион. Они везде где хотят вообще проходят, да? И везде дорога. И везде зеленый свет. Не, ну это вообще для стадиона. Прикольно. А че остальные? Я тоже болею. Мне тоже нужен паспорт болельщика. Новые шляпы какие-то. Пикчур, пикчур, come on! Пикчур, да! Три-три-три-три-три-т'sobe Эта обмазана, шляпка! Эта обмазана, шляпка! Аọстан-эта Страх-пiernод! Эта ч對 с Сега! Индия приветствует нас еще здесь, на набережной. А, это Хари... Хари... Хари Кришна. Кришнаиды. Это они любят так поплясать тут. Кришнаиды. Второй раз встречаю кришнаидов, и они все время как-то пляшут. Таким образом они завлекают к себе, еще угощают вкусняшками. Блин, эту камеру нельзя выключать вообще, все время что-нибудь интересненькое происходит. Не было, не есть. Мехико! Мехико! Чего он кричал? Мехико был? Вот так надо держать камеру, потом просто вырезать лишнее. А так вот... Фу, жара, это трындец какой-то. У нас просто какие-то, я не знаю, сахара какая-то. Да? Так это мы на напережды еще. Жесть. Оперückt. Рим. Рим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как она ждала Крис И прям послание, думаю Сделай Крис послание Ну, короче, мы вчера легли спать И, в общем-то, не сделаете послание Ленусик мне нравился с первых дней Просто... Давай сделай ты послание тогда Я сама отчасти не ожидала Что сегодня Селена скажет мне такие слова Да, что Ленусия ждала тебя Что она расстроилась И до последнего не могла поверить Что ты не приедешь Ну, Ленусик, почему ты не приехала? Объясняйся Во-первых, сначала в налоговую заехали Потом уже думала, ладно, уже жара спадет Ну это, короче, вообще какая-то Немножко суматоха возникла А потом думаю, ладно уже, пусть девчонки Посмотри, как она смотрит на меня Неожиданно Ленусик Вот так Ленусик ждавайте каждую минутку Ленусик У Селены, кстати, Ленусики вообще такие классные Обе Классные, все добрые Я бы хотела такое быть Извиняйся, я злая Ну, в смысле, по жизни злая Извиняйся Нормальная По сравнению с ними Они вообще какие-то В смысле, извиняйся Извиняйся, что ты не приехала Обещала и не приехала Перестань Ленусик хэппи Я тебя всегда, ты знаешь Ты знаешь, что я тебя люблю, пожар И что дальше? Я думаю, ты все увидишь Когда вы увидитесь? Для Жешаврина, я уверена Ну ладно Ну ладно Хоть видеопослание Поцелуй Нет, не видеопослание, а видео Обращение Глаз в глаз Да, я думаю, что Ленуське Не Ленуське, а Повезло Тому, кто с Ленуськами рядом Это точно Я бы таких вот Я бы Такая правда взяла Это точно А мне говорит Это сама кривлялка Вот классно кривляться Так весело Лена Пойдем Ленусь Я тебя люблю, ты знаешь Врушка, ты не приехала Врушка? Ты не приехала Я бы вообще ничего не говорила Где доказательства твоей любви? Я Ленуську люблю Доказательства любви Вот эту блондин Короче, крошки мои Я думаю, закончу этот влог Потому что он будет огромный, длинный И начать новый Да, я не могу Я заметила, что в последнее время Я вам влоги снимаю по часу Но я не могу меньше Я не могу что-то повырезать И на 10 минут Вот как 15-20 максимум Многие снимают Я не могу У меня час Мне хочется всю жизнь показать Всю подноготное Все белье вытрусит для вас Поэтому Тем более Ну, как бы пишем, что вам нравится Вот Короче, у меня там гости Смотрите Та-да-да-да Видно? Вот И, короче, у нас тут много разных событий В следующем влоге Я постараюсь поснимать Много чего интересного Мне кажется, этот и так насыщенный Здесь и бассейн И в большом на свете Быстрее смонтирую И вы все увидите Все, целую и люблю вас Все для вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok